Как записать на диск с одного DVD дисковода на другой DVD дисковод? Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим как записать с одного DVD дисковода на другой DVD дисковод. Наверное вам интересно узнать как это записывается, ведь возможно вы пираты и записываете пиратские диски. Для этого вам подойдет именно запись, запись с одного CD-ROM на другой CD-ROM. Это конечно уже устарело, CD-ROM и никто не пользуется, но в некоторых случаях нам нужно быстро записать с одного диска. Допустим этот диск у меня операционная система ZVERCD, который я хотел бы с этого диска записать на второй дисковод, на чистый, на чистый дисковод мы хотим записать. При этом мы не хотим создавать образы, которые занимают время создания образа, а мы хотим просто записать. Записать, подключить диск и подключить на второй дисковод, так же диск чистый. И с этого дисковода записать на другой дисковод. Это у нас основной, а это у нас второстепенный. То есть это главный, это ведомый. Главный ведомый, главный ведомый. Или наоборот, вы можете с этого дисковода подключить основной и записать на другой дисковод. То есть ведомый ведущий. Ведущий ведомый. Или так, или основной второстепенный, я не знаю, друзья, называйте как хотите. Просто мы попробуем сейчас подключить оба DVD-ROM. У вас должны быть свободные разъемы SATA. Здесь и так, и здесь. И оба нужно подключить к компьютеру. Давайте попробуем подключить его к нашему компьютеру. Подключаем к нашему компьютеру. Подключаем один, первый. У меня переходник SATA Molex, так как у меня разъемы заняты. Ну и ладно. Я думаю, мы сумеем записать без проблем. Теперь подключаем SATA с материнской платой. SATA питание мы подключили. Подключаем второй разъем. Подключаем на второй дисковод, так же. И теперь SATA питание. Один работает, второй. Оба работают. Теперь нам нужно подключить наш основной диск, с которого мы будем записывать. В версии 9 это у меня. Подключаем на один из этих дисководок. Неважно на какой. Подключите на тот дисковод, который у вас хорошо работает и считывает. Не обязательно основной дисковод у вас должен быть пишущим. Он может быть и не пишущим. А вот второй дисковод, он должен быть именно пишущим. А это можно и не пишущий. Главное, считывая хорошо. Основной подключили. Теперь подключаем на второй дисковод наш чистый диск. Чистый диск у меня вот. Мы его подключаем. И сейчас будем пиратить. То есть мы будем записывать с этого диска на этот диск. При этом это у нас будет пиратство. Мы будем копировать, 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 копировать. У нас открылся автозапуск. Можем здесь записать через встроенный Windows. Записать файлы на диск, используя проводник, но это нам не нужно. Ведь мы будем с помощью программы записывать. С помощью Nero или Ultra ISO. А вы можете использовать любую понравившуюся вам программу, к которой вы привыкли. Я именно буду записывать, сейчас проверим, чем можно записать. Вот у нас основной диск, с которого мы будем записывать. А вот это чистый диск, на который мы будем записывать. Он что, на 4 гигабайта файл что ли? Да. Это DVD у меня диск. А мне нужен CD-R. Придется диск сменить. Сейчас я диск сменю. Вот у меня есть другая сборка, это у меня Windows Extreme CD. Давайте попробуем его. Здесь 700 мегабайтный диск, как раз 700 мегабайтный диск, полный клон сделать на второй диск. То есть мы клонируем с одного диска на другой диск. При этом вы должны ваш антивирус защиту приостановить. Приостановить защиту. Это для себя, для надежности. Чтобы никакой процесс лишний не висел. При том, когда вы будете записывать. Отключаем защиту и все фоновые процессы отключаем. Чтобы ничего не мешало вашей работе. То есть, когда вы будете записывать на диск, вы ничего не открываете. Вы не работаете за компьютером. Вы не должны загружать систему. Потому что ведь идет запись на диск. Если что-то пойдет не так, то вам придется этот диск просто выбросить. Поэтому лучше подождите немного. Это занимает не так много времени. Здесь у нас копирование диска с помощью Nero Ultra ISO. Давайте сделаем копирование диска с помощью Nero 2018. Я к Nero просто привык. Выбираем скорость. Пусть это будет скорость на 24х. Хотя он может записывать и на 48х. Скорость делайте ниже. Не делайте высокую скорость. Так как если вы выставите высокую скорость записи, то возможно диск запишется с ошибками. И не будет считываться. Можно поставить галочку проверить записанные данные. Но это не обязательно. Но если вы хотите узнать, чтобы он надежно записался, то можете поставить галочку проверить записанные данные. Копирование. И вот у нас пошел процесс записи на второй дисковод. При этом видим, что наш диск вышел со своего лотка. Основной диск, с которого мы образ сняли. То есть он скопировал все данные. И теперь он записывает на второй дисковод. Сначала он создал образ для записи. Потом он этот образ просто копирует на второй диск. Мне очень это интересно довольно. Диск уже нету в своем лотке. Он уже образ снял и вытащил. И выплюнул этот диск. А при этом уже на второй дисковод записываются наши данные. То есть уже идет запись на второй диск. На чистый диск. А основной диск уже не работает. Завершено. Теперь у нас скорее всего будут проверяться наши данные. Вот у нас идет проверка. Верификация проекта. А ждаем пока пройдет полностью верификация нашего проекта. То есть он проверит наши записанные данные. Если вылезет какая-либо ошибка, он об этом нам сообщит. Запись прошел успешно. И наш дисковод вышел со своего лотка. Мы записали с нашего основного диска на дополнительный диск. На второй диск. Итак, вот наш диск уже вышел. Можем наш диск извлечь. Этот диск уже записан. Давайте мы его подключим на место и проверим, как прошло запись. Подключаем на место. Нажимаем здесь ОК. Мы записали с одного CD-ROMа на другой CD-ROM. Так что проблем с этим не возникло и никаких ошибок у нас не возникло. Вы можете таким образом экономить свое время. Если у вас есть два дисковода, то вы можете подключить оба дисковода. И с одного диска записывать на другой диск. Не создавая образы на компьютере. И запись пройдет успешно. Я записывал на медленной скорости. Надеюсь, вы тоже сумеете записать. И у вас не выйдет никакая ошибка. И вы не испортите ваш диск. Вы запишите удачно. Подпишись, подпишись. Мой друг на мой канал, ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.